Ты лучше своё тело. Вот и всё. А так... Волибо? Да. Вы занимались волибо? Да, я должна была быть... Я должна была быть в сборной, но я как раз уехала. В сборной Боливии? Да. По волибо. Вот я понял, почему. Хорошего ляша получил. На репетиции, да. На фокстроте. Да, ты почувствовал. Ох, я получил, да. Вот она-то, рука волейболиста. Да, я занималась волейболом два года. И за этот период очень много чего сделала. И хотели меня в сборную пригласить. Не пригласить, а чтобы я играла там. И я не смогла, потому что я сразу уехала из Боливии в Украину. I'm sorry. Lo siento, perdón. Очень смешно звучит. Но я не то, perdón. То есть в Украине не хотели, да, заниматься? Perdón. Perdón. Почти как пардон. Да. На французском. Только пэ. Не а. То есть в Украине уже не хотели, да, продолжать заниматься дальше профессиональным волейболом? Почему именно музыка? У меня были другие задачи. У меня было выучить язык. Два языка. Русский и украинский. И еще освоиться. Потому что это кардинально изменило всю мою жизнь. И музыка почему? Потому что, ну она всегда жила во мне, музыка. Я всегда пела, но я не знала, что я умею петь. Мне всегда нравилось петь. Я всегда концерты какие-то делала дома в Боливии. А тут начала уже ходить в музыкальную школу. Вот я сама попросила, я хочу и я пойду. Все. И пошло. Профессия продержалась? Круто. Так же сама Экс-Мастер. Что? Ну круто. Да. Она сама пошла дома. Да, у меня была одна подружка в школе. Ну не одна, но она ходила в музыкальную школу. Я говорю, куда ты ходишь? Она мне рассказала. Я говорю, мам, все, мы завтра... За угол там направо. Я говорю, все, мама, мы завтра идем в музыкальную школу. И все, сразу приняли. Все отлично. Конечно, там экзамены какие-то были. Нужно было петь и играть на фортепиано. На гитаре. Не, на гитаре я не имею. Как это? Белый снег, серый лед. Жень. Когда приехали в Украину, что сложнее было? Сложнее всего было принять то, что... Что? Всего. Снег. Не, я так хотела видеть. Я так мечтала провести Новый год и Рождество, когда идет снег. Потому что в Боливии лето, жарко. Класс. Нет никакого снега, ничего. Для меня это было так удивительно, что тут есть перчатки с шерстью внутри. И обувь тоже. Думаю, как это? Еще люди одевают, и при этом холодно. Ты думаешь, в смысле? Да, это было очень круто. И я хотела ощутить это на себе. Ну, как тебе? Офигенно. Я очень люблю снег. Непринемно. Все будет офигенно. Офигенно. Ладно. За лето не скучаете, когда вы поедете круглый год? Я вообще забылию и очень сильно скучаю. Ну, конечно. Ну, я люблю Украину. Привыкла, конечно, за 8 лет. Почти 9 уже. А за 8 лет вы ездили? Один раз. Один раз на 8 дней. В серьезе? Да. Я так просила этот отпуск. Я так хотела. Они говорят, хорошо. Я думала, я поеду на месяц. Но у нас появилось выступление. И нужно было из-за этого уехать на 20 дней раньше. Женя, мама, как раз перехватила от Киры. Чем ты занимаешься помимо проекта, где тебе нужно увидеть в ближайшее время? Аниматация создает. Мне можно вообще всегда. Понятно, что есть у меня гастроли, выступления разные. Но у меня есть одно место, где я провожу очень много времени. Это студия, которую я организовал вместе со своей женой Натальей Татаринцевой. Студия Тата Артангар. Студия воздушной хореографии. И мы постоянно там тренируемся и опять же организовываем всю ее работу. И я там чуть ли не каждый день. Там всегда меня можно увидеть, найти. И увидеть наше детище, мое. Там очень круто и вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Да. Чем там вкусно пахнет? Я не знаю. Рядом хлеб-завод булочками пахнет. Нет, там пахнет, не знаю, уютом, как дерево такое вкусное. Деревом там пахнет. Да, деревом пахнет. Там деревальный домик внутри стоит. Кстати, Мишель, вам вопрос. Пишет. Помните, как вы испугались у меня высокого светлого парня в аэропорту Парижа? Простите еще раз. Как это было, помните? Прикольно. Не, ну помню. В Париже ты давно была? В Париже недавно была. И ты испугалась? Я испугалась. Да, она испугалась. А почему я испугалась, а не объяснил? Страшно. Ну, вы сонки. Я прощаю, видите, я уже забыла, значит, не отлегло. Наоборот, отлегло. Да? Да. Отлегло. Отлегло? А, ну все. Отлегло. Видите? Все, да? Все. Можно я могу доверить? Ваня, вам пишут, что я считаю для себя секс-символом. Это же вопрос Женьки. Это она, да, секс-символ. Вы что, не видите? Через время, конечно, все будет. Да, ну уже какая. Сейчас не секс-символ. Нет, что себе, Чика. Мама-сита. Мама-сита, сеньориста. Мама-сита. Ну, считаешь? Или была крутая малыш, а потом же? Пока что еще, наверное, нет. Не ощущаю так сильно. Что-то вопрос тут тоже вам приходил. У вас есть клип, где вы дерзкая, а есть где романтическая. Что у вас есть и ближе? Наверное, дерзость. Что такая дерзкая? Ну, не знаю, мне так нравится нежность, это прикольно, но мне так нравится и свистеть, и люблю рычать, и люблю даже вот так носиком. Мне очень нравится быть дерзким. И треки, чтобы были тоже дерзкие. У нас будет один такой тречок. Скоро, скоро, не пропустите, не пропустите, ребята. Су, вот, вот, скоро, вот, уже, уже, уже на выходе. Да, называется Криминал. 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 У нее сочетается очень много качества, но мне нравится быть дерзким. Это правда. У нее сочетается достаточно много разных качеств. И она может быть и дерзкая, и нежная. Но она разная. И смешная. Очень смешная. Она очень веселая. Если вам вопрос, смешатся прямо на репетициях или нет? Постоянно. Я говорю, делай движение. Я не буду. Я говорю, делай движение. Она говорит, нет, не буду, сам делай. Я говорю, так в паре движение делается. Ну и что сам делать? Давай я посмотрю. Давай мы вальс танцуем. Она мне, ну и что? Да. Я шучу. Я выучу всем. Я шучу на самом деле. Нет, она очень податливая, лояльная. Я как бы дерзкий больше на репетициях. И очень требовательный. И вот на самом деле очень часто бывает такое, что я требую от нее, чтобы она танцевала сама. Тогда я вижу, что она четко знает постановку. Четко знает, что в ней делать, где, в каких моментах. И что она может рассчитывать, что я могу рассчитывать на то, что она там, например, не сможет там забыть что-то или как-то еще. То есть, чтобы она не рассчитывала на мою помощь. Даже если мы пары, даже если мы вместе. Чтобы она могла сама все четко сделать. Но на самом деле это моя самая нелюбимая часть репетиции. Да. Я ее больше всего не люблю. Но... Я ее вообще не любила. Вообще-то настолько не любила, прям переступала аж через себя. Вот так вот таким большим-большим шагом переступала. Но никто не сказал, что будет легко. И постоянно нужно выходить из зоны комфорта. Все верно. И я иногда злюсь на себя и говорю, почему? Почему не могу это сделать? Если я... Если ты можешь, ну почему? То есть... Кто берет, делает и все. Ну не всегда хорошо, но... Да. Но потом с каждым разом все лучше и лучше. Да. Так, слушай, спрашиваю, не было ли у вас какого, чтобы вы хотели все бросить и уйти? Пару разочков было у нас, да? Я думаю, что не только у нас такое было. Я думаю, что у всех пар просто. А иногда бывает такое, что... Чуть-чуть усталость накапливается. Накапливается, и ты хочешь высказаться. Но это не значит, что ты хочешь уйти. Просто это твоя эмоция. Ты думаешь, все, мне все достало. Хочешься, как я, прийти. Ух. И... Ну иногда такое бывает. Но потом, когда ты это уже сказал, успокаиваешься, да, Жанин? И... Мне кажется, любой из участников какой-то, в какой-то момент, как бы, ну, возникают такие мысли, там, все, все, все бросить и уйти, уже задолбало. Но каждый из участников, каждый из артистов хочет в каждое воскресенье выходить и выступать. Очень. Потому что это самый кайфовый момент, и это вообще то, ради чего мы занимаемся творчеством, и либо каким искусством, это само выступление. Выступление, круче выступления ничего не может быть вообще. Это непередаваемые эмоции, которые каждый раз хочется ощущать. И это так прикольно. Такой наркотик. Ты иногда забываешь про эти ощущения, а когда они, опять, каждое воскресенье, то ты думаешь, да, ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Вот решили вам вопрос, что... Помните первую встречу с Потапом, что он говорил, вообще, какой он строгий профессор? О, я помню первую встречу с Потапом. Это... Я ехала к ним на студию, и я все дрожала, потому что я думала, смысл ли? Как такие люди увидели что-то во мне, заметили? И для меня было удивлением. И я удивилась, потому что он был... Если на экране он большой, то в жизни еще... Он был очень высоким, и говорит, малая, не переживай. Он вот так и сразу сказал, малая, не переживай, сейчас споем пару песен, и все будет хорошо. Ты с нами. И я просто в это не могла поверить. Вот так и произошла встреча, первая с Потапом на студии. Я помню очень хорошо. То есть, только я сказала эту фразу, вы успокоились, да? Да. Это тоже подействовало, да? Да, я даже помню, в чем я была дета, и в чем он был одет. Так что, репетицию не зря про... И Женя может меня чему-то научить, и я его получила. Вопрос от Вики Женя. С кем крутише танцевала, знал ли я, чьи мишень? О, Боже, ну такой тут вопрос. Любимый вопрос. Да не то, что любимый. Ну, во-первых, уже на самом деле, как бы, вот не то, что часто задаваемый, а уже переназадавали его, закончили задавать снова, начали, снова закончили, и вот снова задают. Ну, как вам сказать? Ну, это же разные люди. Как можно вообще сравнить, не знаю, помидор и огурец? Кстати, оба классные, да? Я обожаю, я вообще круглый год ем это все, и вообще не откажусь никогда в жизни. Ну, это просто нереально сравнить. Вот кому-то... Это уже чисто какие-то, я не знаю, личностные какие-то там, у ребят, у которых там задают вопрос, личностные какие-то там, больше любви там к Наде или больше любви к Мишель. То есть я не могу сравнить, не могу сказать, что с Мишель лучше или с Надей лучше. У каждого есть свои ошибки. Сразу скажу, они не профессиональные танцоры. С ними мне приходится, с каждой приходилось и приходится как бы работать. Это не стали мы и кайфуем прям сразу же с первой минуты от танца. Нам приходится очень много трудных моментов сделать, очень много всего отрепетировать. И как бы потом выйти и выступить, насладиться этим выступлением. Я уже даже и не помню, как выступала, естественно, Варя с Надей. Это было год назад, это было давно. И в любом случае, это было круто, мы далеко дошли, классные танцы танцевали. Но у нас уже с Мишель новая совсем история, мы с ней новые танцы танцуем, другие. Вот если бы мы стали и одну и ту же хореографию станцевали, И я бы тогда посмотрел бы, интересно, кто лучше. Даже когда знаешь. Или нет, знаете, нужно сделать, нужно сделать батл. Я буду садить. А их бибой. Мне кажется, что с каждым тебе было и хорошо. Да, все классно. И хорошо, и... Да, просто это нереально, с кем лучше, с кем хуже. Это нереально сравнить. С каждым было хорошо. Я вам вопрос, который приходил на сайт. Да. Вы никогда не жалели, что попали в шоу-бизнес? Когда ты говорила, что в шоу-бизнесе встречаются очень часто жестокие люди. Никогда не жалела? Ух, какой он... Жестокий! Я, это я самый жестокий человек. Тебя тогда не было, но я теперь понимаю. Ну, я говорю, я самый жестокий, тем мучаю. Я тебя еще не растягивал. Ух, я тебя еще зажжу в шпагат. Кстати, да, в чем вопрос? Никогда, да, я никогда не жалела, потому что я занимаюсь делом, которое мне нравится, вдохновляет. Я вот постоянно нахожусь в таком немножко вдохновленности на протяжении дня, потому что занимаюсь тем, чем мне нравится. Вот. И люди бывают разные. И везде, и не только в шоу-бизнесе. В каждом кругу есть сложности. И люди, с которыми не всегда находишь общий язык. Это нормально. Не только тут жестокие, да. Ужасно. Ужасно. И вы песни пишете? Да, я пишу песни, я их перевожу. И все песни, которые на данный момент у меня есть и которые выйдут, все из личного опыта. Да. А так правильно говорит? Да. Да. Из личного опыта. Все, что я чувствую, переживаю. И я рассказываю Потапу, потому что мы разобщались, мы команда. И он очень хорошо меня чувствует. И бывает такое, что я прихожу на студию и говорю, Мишель, смотри, вот такая песня. А я смотрю и говорю, Леша, так это же... Он говорит, да, Мишелька, потому что я знаю, я знаю, что у тебя сейчас внутри. Я могу, например, корректировать песню, могу говорить... Раньше я этого стеснялась, а сейчас нет, потому что понимаю, что не нужно этого стесняться, тем более, если это твое творчество, и ты уже выносишь это на люди, на людях, то они должны тебя чувствовать на максимум. Ты же хочешь им помочь, их вдохновлять, хочется с ними общаться, быть ближе. И тексты должны быть настоящие. Вот, потому я могу корректировать песню, я могу говорить, я хочу, чтобы второй куплет был вот таким. И я, например, могу предложить свои слова, свою мелодию. И полностью это творчество, оно должно быть... Ты должен себя чувствовать там свободным. Помните совет Потапа, который вам больше всего пригодился? Да. Он говорит, что горячее сердце, холодная голова. Это постоянно он говорит. Он говорит, ты всегда помнишь, ты на сцене, open your heart, то есть всегда у тебя горячее сердце, всегда ты с публикой, но всегда помнишь, ага, вот тут вот так, тут вот так, вот, вот, то есть всегда. Должен быть включенным. Не должен уходить в отрыв, хотя у меня иногда часто это бывает. Ушел в отрыв. Ушел в отрыв. Да. То есть перед выходом на сцену вспоминаете эту фразу, да? Всегда, постоянно. Вам вопрос. У вас уже был опыт участия в вокальных танцевальных конкурсах, и хочется еще? Или танцы со звездами закончатся, и все? А, нам двоим? А, нам двоим? Да. Танцевальные или вокальные конкурсы будут в дальнейшем? Все может быть, я не могу, я не могу сказать, нет, не будет, все, после танцев я поняла, что танцевать и заканчиваю на этом. Нет. Все может быть, я не знаю, что будет дальше, какие новые проекты будут, но в любом случае, музыка, музыка это то, что ближе ко мне. Я каждый день слушаю музыку, каждый день музыку подручаю, то есть невозможно. Что распитая душа. Я тоже, видите? Потеря на себя. Я тоже вот пою. Да, Женька, кстати, мы, да. Ну что, говори-то, говори, 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 что ты. Женя поет и спрашивает, ну как я правильно делаю? Я ему учу, как с диафрагмой работать. Ну как учу, просто бывает такое, что мы, например, растягиваемся и ставим музыку, и начинает Женька петь, или, например, едем на репетицию, ставим песню. И Женя поет. И Женя поет. И спрашивает, ну как, ну смотри, ну тут высоко, ну мне когда высоко, то лучше получается. А не, вот так, то есть, очень прикольно. Рассказала понятно, хоть немножко? Как обычно. Вопрос только что пришел. Что в танцах с партнером, главное доверие или знание танца? Мне кажется, доверие. Знание танца. Еще раз прочитайте вопрос. Что в танцах с партнером главное, доверие или знание танца, самого танца? Ну как бы можно долго, много доверять, и не знать танец, и, знаете, мало чего получится. Мне кажется, должно быть вместе. И то, и то должно быть всегда. Ты должен уверен быть в своих силах и в силах своего партнера. И в том, что в любой момент партнер тебя подхватит, поможет, не даст упасть. Да, у нас есть один пример. Да, кстати, когда мы репетировали, ты понял, да, о чем я говорю? Да. Второй номер. Хип-хоп. И не тоже. И не тоже. А Барлес тоже. Это был. А, блин, я помню, у нас была поддержка. Да, можно я про нее рассказать? Ну, конечно. У нас же есть в интернете. У нас была поддержка, она на репетициях получалась. Все было хорошо. Да. Я так крутила, что думаю, не фига себе. И тут дали нам костюмы. Ну, во-первых, он был очень тяжелым. И, во-вторых, я не знала, что. Я же делаю первый раз. И я вижу, как называются эти штучки, которые были? Стеклярус. Стеклярус. Я вижу, как они летят прямо в жжение лицо. Я вижу, как он красный. Я вижу, у него левая рука или правая. Вся в крови и за костюмом. И я так испугалась. Думаю, Боже мой. Женя говорит, ничего делать. Ты не обращай внимания на меня. Все будет хорошо. А я, когда у нас... Я уже, понятное дело, боялась. И прямой эфир выступления. Я этого момента больше всего боялась. И я не докрутилась. Я упала. Женя, мне так начало падать. Женя меня захватил. Если бы не Женя, то я бы, наверное, упала и разбилась. Была бы трагедия. Была бы трагедия прям в прямом эфире. Драма. Драма. То, что любят люди. Было бы. Но благодаря Жене у меня так сильно... Так за одну голову схватил. Так схватил сильно, что не дал упасть. Вопрос от Юлии только что пришло. Хотите ли вы сделаете совместные номера, мешали на концерте? Конечно. А вот я думаю, у меня будет шоу, у меня будет про... Хватит свистеть в песне. Давай. Я буду с большим свистком. Да. Начинаю свистеть. Пожалуйста. Не, хватит. Но Жена меня на выпускать с голым порцем. Вот вам пневмония. И... И бронхеты. Но мы босиком себя не пустим. Босиком. Если бы... Извините. Если бы дело было только босиком. Да. Да. Начинаю птицы усталость. Да нет, дело тоже холодно было тогда. Был сквознячок. И ты был голым, и тебя намочили из-за татуировки. Что? Вопрос какой был? Да. Совместный номер попал. Совместный? Да. Было бы круто. Если бы... Ну посмотрим, опять же. Посмотрим. Потому что... Типа гонорар... Сколько там... Шучки. Сколько заплатят мне там. Типа мой вложь все в бюджет. Да. Я артист дорогой, Мишель. Тоже не дешевый. Смогут ли продюсеры это потянуть? Да. Ну посмотрим. Я буду стараться. Спасибо большое за ответы. Пожелания для читателей, для поклонников, для зрителей проекта. Спасибо. Так. А, пожелания. Все, я поняла. Мойте руки с мылом, одевайте шапки, носки теплые, одевайтесь тепло, пейте чаек, кушайте хорошо и улыбайтесь всегда. Любовь и позитив всегда делает нас сильнее. Лешка, позитив, делает нас сильнее всегда. Надежда и позитив всегда. А еще, ребяточки. Не забывайте в воскресенье голосовать циферку 05 на номер 7914. Я получу!